Существует два подхода к созданию искусственного интеллекта. И в первом случае, когда мы моделируем то, как человек решает какие-то задачи интеллектуальные, то нам, в принципе, не нужно обучать искусственный интеллект, потому что мы сразу записываем алгоритмы решения какого-то класса задач, и он эти задачи решает. А в другом случае, если мы пытаемся смоделировать биологическую основу интеллекта, нейронную сеть, то такую нейронную сеть нужно обучать так же, как человек учится решать задачи на примерах. Очевидно, что они появились не раньше, чем возник язык, потому что сначала люди использовали для записи последовательности вычислений, чем фактически являются математические формулы простой язык, но к X веку уже у человека, у цивилизации возникли такие потребности по записи математических выражений, математических вычислений, для которых описание на естественном языке оказалось слишком длинным, поэтому люди придумали более сокращенный, специальный язык для сокращенной записи вычислений, которые мы сегодня знаем как математические формулы. Числом пи обозначают отношение окружности к ее диаметру. Ну и на самом деле, если мы возьмем окружность единичного диаметра, то длина этой окружности будет равна пи, а по-гречески пи – это периферия, это и есть длина окружности. На первый взгляд кажется, что, очевидно, произведение больше, потому что производение двух чисел гораздо больше, чем сумма двух чисел. Но, однако же, это не так, потому что если мы возьмем и очень просто начнем перемножать все цифры, начиная с нуля, то в результате получим ноль. А если мы глубже к обниманной задачи, то окажется, что и цифры-то нельзя не складывать, не перемножать, потому что это лишь символы для обозначения чисел. Субтитры создавал DimaTorzok